Мария Павловна – уроженка Новосибирска. Война началась, когда ей было 14 лет. Девушка пошла работать на минный завод, параллельно осваивала профессию медсестры. В 43-м Маша записалась добровольцем на фронт. Так началась её военная биография. Меня приняли сразу. И через два дня, дня, нас переодели в военную форму, а на утро мы поехали на фронт. Поэтому долго нас ничему не готовили, ничему не учили. Сразу всё это было на ходу, по мере продвижения на западный фронт. Молоденькую медсестру направили в учебный батальон. Там она подружилась с Аней Уфимцевой. Всю войну девушки прошли вместе и не раз спасали друг друга от смерти. В январе 44-го под Новоржевом немцы начали атаку. Для Маши это был первый бой. Когда началось наступление, мы попали сразу под обстрел. А я же не обстрелянная птица. Вот. Испугалась. Залезла в пулемётную ячейку. Голову запихнула туда, куда ствол вставляет. Смешно. А вот так было. Аня обернулась. Закричала на меня. Ты с ума спятила? Ты нифига не понимаешь в воинской жизни. Быстро иди. Сейчас будет вся линия огня здесь по нашим окопам. В той битве подруги остались невредимы. Со временем Маша набралась боевого опыта. Она отважно бросалась на помощь раненым и за время войны спасла больше ста солдат. Дважды была ранена. Первый раз при освобождении Латвии. Шло наступление. Удачное. Первую линию заскатили наши бойцы. В это время подбежал командир. Ты к раненым куда побежишь? Я говорю, нет, не побежу. Так вот я тебя прошу. На мой флажок. Вон на ту высотку. Вставь этот флажок. И я выполнила его задание. И была в это время ранена. Вместе со своей ротой Маша дошла до самой Германии. За заслуги перед Отечеством Мария Паловна была награждена двумя медалями за отвагу, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны первой степени. Виктория Титова, Александр Сердюк, РТС.